максимальное слияние края распечатки или вообще распечаток за счет метода переноса пигмента в лак или клей называется в нашем простонародье мордой в лак и именно о нем я и говорю но в первую очередь сейчас я говорю о лазерных распечатках вот давайте мы перейдем к картинке лазерные распечатки они изготавливаются методом ну так называемого прожига на самом деле просто температурное нанесение краски на поверхность бумаги плюс в том что пигмент оседает в верхних верхних слоях вашей бумажки он не пропитывает он как бы прижаривается припекается не уходит в глубину соответственно именно лазерные распечатки за счет того что пигменты краски лазерной распечатки они стойки они нормально воспринимают даже очень едкую химию знаете как когда говорю очень едкую химию я всего лишь говорю о химически активных клеях и лаках которые мы с вами используем и конечно не говорю ни о какой настоящей едкой химии едкой химия в рамках докупажа они переносит ее хорошо изображение не плывут с ними ничего плохого не происходит поэтому конечно очень удобно работать именно с лазерными распечатками дальше все просто у вас есть деревяшка которая должна быть промазана лаком или клеем здесь подходы разные я пробовала и клей пробовала лак ну у клея если мы с вами используем слишком эластичный состав будет конечно недостаток того что потом его плоховато шкурить лучше использовать именно лак ради этого если набиваете руку и вам уже шкурить излишки потом не приходится то все равно чем вы будете покрывать покрывается сама поверхность покрывается изображение ну а дальше по крайней мере да скажу так я делаю именно так потому что у меня деревяшка она покрашена но ничем больше не погрунтована она будет забирать себя лак поэтому я лакирую обязательно и место куда накладывать и что накладывать пролачиваю изображение ну и потом их вместе совмещаю прижимаю и просушиваю честно вам скажу не дожидаюсь естественного просыхания совершенно нормально минут десять-пятнадцать даю полежать чтобы лак схватился а потом уже иду под фен и принудительно просушиваю чтобы ускорить процесс не совсем это конечно хорошо мне позволительно потому что у меня лак быстро сохнущий если у вас лак который не быстро сохнет то лучше не рискуйте дайте спокойно ему повпитываться и поподсыхать столько сколько ему требуется по его инструкции по использованию если будете просушивать примудительно то есть риск что он у вас корочка засохнет а слипнуться может не успеть или дерево будет его ну как бы сказать так вздувать поверх себя но вот бывают такие неприятные ситуации имейте ввиду что такое может быть поэтому если вы застали свой лак за долгим просыханием да знаете такой за ним грех то лучше не издеваетесь пускай сохнет сам это у меня уже просушенная дальше я обычно беру тряпочку или кисточку размачиваю задний слой дальше понятно докатаю пальцем потом беру мочалку и начинаю отмывать излишки в этом методе конечно надо что обязательно сказать изображение она за счет того что это лазерная наносится только на поверхность вот на самый самый тонкий слой бумаги на самую самую поверхность поэтому конечно же такое смывание излишков здесь возможно нормально совершенно сходят излишки дальше просто я вам покажу нюансы касаемые уже струйных распечаток которые тоже можно на самом деле можно приклеивать то что называется мурби влаг но вот нюансы покажу а здесь здесь не страшно сиди себе и катай пигмент он очень хорошо влипает в лак и мы снимаем именно остатки бумаги практически без следа и вот получается изображение здесь только есть нюанс что у меня был очень густой лак и поэтому видите на чисто белом мой загустевший лак дал такой желтый обыль слегка если покрыть дальше лаком тоже этого не будет заметно будет как бы мягкий такой желтоватый слегка цвет молочный цвет если вам требуется абсолютно белый то есть смысл по тренироваться используя клей клей не дает желтого эффекта или использовать уже лаки синтетические но такие опять же наш с вами докупажная чтобы просто не было риска себе что-нибудь опять же подпортить